Добрый день, уважаемые мамы и папы в нашей студии. Мы снова с Олей здесь, приветствуем вас. И вот, Оля, пользуясь случаем, я думаю, от всех мы скажем тебе большое спасибо за интересные репортажи с разных магистралей, с разных участков Израиля. Всем было очень интересно, спасибо, но я думаю, что основной момент, который интересует всех, все-таки при всем, при вот прекрасном и замечательном, замечательной жизни в Израиле, вопрос всех интересует, как же дела обстоят с Димой. Все-таки вот срок, на который вы приехали, он, в общем-то, небольшой. Мы с мной приезжаем чуть больше, на три недели, но вот если посмотреть сроки реабилитации, курсы, скажем, в каких-то других местах, они длятся, ну, несколько месяцев минимум, ну, и результат, скажем, чаще всего, ну, мягко говоря, так себе это, мягко сказано, вот, и приглашают повторно на несколько месяцев и так далее, и так далее. Вот две недели, что же можно практически за эти две недели сделать? Ну, вот расскажи нам все-таки, что происходит с Димой, вот, постепенно, как-то, вот, моменты... И с тобой. Ну, вообще, мы об этом, к этому еще вернемся, вот, все-таки, давайте сначала о Диме, вот, за, казалось бы, ну, что такое две недели, вот, с одной стороны, да, пролетело, окажется, что-то действительно несколько месяцев по интенсивности, но все-таки о его состоянии, что же изменилось? Да, действительно, время течет здесь с какой-то другой скоростью, вот, касательно Димы, буквально через дня три он уже стал себя вести по-другому, вот, то есть он стал скушаться, он стал понимать, да, то, что от него хотят, вот, сейчас уже прошло... Сейчас, Иолочка, я прошу прощения, что привезаю, давай мы все-таки, вот, озвучим то, что было, ну, вот, скажем, перед приездом, вот, вы собираетесь в Израиль, собираетесь сюда, и какой Дима был, потому что это не все знают, это ты вот знаешь, что с ним было, а что с ним было, и вот, что стало в первые дни, вот, разница. Да, разница такая, конечно, очень сильная, потому что, ну, совершенно другой ребенок. Вот что было, как он себя вел? Он постоянно бился головой, постоянно, то есть через каждую минуту плохо бьется головой, радостно бьется головой, то есть он лупился так, и обо все, обо все только, что... И поначалу шел он на звук стука, вот, то есть он постоянно бился головой, и он постоянно кричал, вот это вот то, что у нас было, постоянный крик. Не разговаривал, не общаясь. А, конечно, да, отсутствие речи, ну, то есть полностью ребенок... Давай напомним, сколько ему лет. Да, Диме пять с половиной лет, вот, и Дима совершенно не говорит, он плохо понимал обращенную речь, да, он не всегда понимал, что от него хотят. Про просьбы я вообще молчила, он практически никакие просьбы не выполнял. Вот, он убегал от меня постоянно, ну, то есть он не хотел держать меня за руку, он не хотел стоять рядом, ну, то есть перечислять можно, в принципе, очень-очень много. То есть, ну, скажем так, может быть, это прозвучит грубо, но вот какие-то элементарные человеческие вот навыки просто отсутствовали. Да, да, отсутствовали, понятно, что не очень приятно это говорить про своего ребенка, но это было, да, это было, как маленький звереныш, который ничего не понимает, забитый, из угла в угол бегает, и все. Ну, вот вы приехали, и давай потихонечку вот те изменения, которые стали происходить, буквально вот, еще раз повтори, пожалуйста, сроки. Сроки, да, прошло две недели, еще даже до конца нет, еще остается пару дней, вот, и буквально с первых, с первых дней он, вот, в первые три дня, да, он уже перестал вот орать истерически, вот, сейчас можно сказать, что он намного меньше бьется головой, да, то есть он уже делает, но он задумывается, да, то есть надо ему это делать или нет. Видишь, мне иногда бывает надо, да. Ну, иногда все-таки, да. И бьется через руку или через лязь, чтобы не было ровно. Да, 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 уже, то есть он берет игрушку, и уже не твердый предмет, а, допустим, об игрушку, либо об руку, но все равно, да, ведь намного меньше, намного меньше этого стука. Вот, в плане речи тоже был момент, когда он лежал на кровати, я просто так тихонечко видео снимала, когда он лежал и просто лепетал, то есть это не слова, но это лепет, он там что-то там на своем, ла-ла-ла-та-та-та-та, что-то себе рассказывал. Друга себе купил. А, друга, друга себе купил такого интересного гуся, мы пошли в магазин игрушек, если он до этого всегда выбирал вот эти, как наши дети любят, всякие пластилины, всякие лизуны, краски, ну, в общем, такие игрушки не самые полезные, с моей точки зрения, вот, то сейчас он на днях выбрал обычного гуся, музыкального, он ему очень нравится, ну, то есть тоже изменение, что ребенок выбрал нормальную игрушку. А он на музыку как-то вот этого гуся как-то реагирует? Да, 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 он там, ну, он танцует по-своему, вот, ну, в принципе. Вместе с гусь тоже танцует? Да, да, гусь танцует, Дима танцует, вот, но Дима с ним начал, как бы, взаимодействовать, да, он понял, что если гуся схватит за шею, то гусь кричит, а Дима так как-то посмотрел, ну, то есть он понял, что так не надо делать, ну, ну, вот такие, как бы, моменты. Ну, то есть моменты нормального ребенка. Нормального ребенка, да, там, зашвырнуть куда-то, еще что-то этого гуся, вот, ну, так. Скажи мне, вот, а его отношение к тебе, вот, ты говорила, что он убегал, что он не воспринимал, что не реагировал на просьбы, вот, оно изменилось, что вот в этом аспекте, произошло. Ну, да, получается, что наряду с тем, что вот я, как бы, стала немножко, даже не немножко, а множко меняться, да. Ну, мы об этом еще поговорим. Да, мы об этом поговорим, то Дима, ну, уже в какие-то моменты он меня слушает, он смотрит, появилось уважение, да, ну, не всегда все гладко. Ну, не всегда все гладко, вообще, в жизни не всегда все гладко, поэтому... Ну, во всяком случае, мы вчера были на экскурсии на большой горе, на большой высоте, Дима спокойно, ну, ходил со мной за руку, то есть он не выдирался, он, ну, не капризничал. Обычно он чувствует вот такие вот места, да, где я переживаю, и все, он начинает себя сразу ужасно вести. Тут нет, за руку, рядышком с мамой, все прошло гладко. И скажи мне вот такой вопрос, вот отношения, скажем, ты так периодически проскальзывал, да, Груша, мы к этому вернемся. Ну, вот мы говорили уже с тобой по поводу жизни, по поводу семьи, а вот что произошло в твоем характере, в твоей душе, казалось бы, за этот вот, ну, совсем короткий срок, все-таки, ну, взрослый человек, ты осознаешь, что было, что стало, вот, что изменилось, и изменилось ли вообще что-то. Да, конечно, за себя говорить намного легче, потому что я понимаю, что со мной происходит, и первые изменения, да, которые произошли за эти две недели, за такой невероятно короткий срок, да, это вот то, о чем я думала, что же во мне менялось. То есть можно сказать, что я сюда прилетела и встретилась со всеми своими страхами, со всеми своими комплексами, со всеми своими проблемами, да. Они тебе понравились? Да, очень. Оно все проявилось, оно все здесь как-то, не знаю, каким-то образом все максимально, я со всеми своими страхами встретилась. И благополучно их поборолось. Вот здесь самое главное понять, вот, смотрите, как интересно. Скажи мне, а вот до приезда, ты вообще думала о том, что у тебя есть какие-то страхи, какие-то комплексы, что тебя... Нет. Вот, ну, жила и жила себе, да? Да, вот, жила и жила. И я думала, хорошо, что я об этом не задумывалась и не знала, с чем я тут столкнусь, потому что... Почему? Ой, я бы, наверное, было бы сложно сюда приехать сознательно. Ну, я к тому, что, ну, хорошо, что я здесь это все поняла. А что произошло? Почему именно здесь? Что произошло здесь? Что вот, конечно, хорошо, что ты поняла это здесь. А почему? Что это тебе дало? Ну, потому что у нас, у каждого есть свои страхи, да, которые тащат нас постоянно на сто шагов назад. И вот я думаю, что те, кто хотят их победить, побороть, не знаю, как это сказать, то лучше приезжать сюда. И здесь все это очень быстро решается, да? Вот люди ходят на терапию, да, там около года. Психотерапия. Психотерапия, да. Она же там занимает не меньше года, а то и еще больше, да? То есть тут за две недели можно все так конкретненько встретить, победить и поехать с новыми силами обратно. Заменить на что-то другое. Да, да, на позитивные моменты, да, увидеть... Ну, понятно, пустота не терпит, вот жизнь не терпит пустоты, поэтому если что-то исчезло, то пустота должна чем-то заполняться. Скажи, пожалуйста, а вот позитив этот, он откуда берется? О, в первую очередь от Давида, от специалистов центра, которые помогают. Как ты это считаешь? Это что? Это вот энергия, это какая-то вещь, которую можно там потрогать, это какое-то осознание. Что это? Что происходит? Что делается с тобой? Ну, во-первых, помогают на физическом уровне, да, решаются многие проблемы в плане, да, массажа. В плане здоровья, собственно. В плане здоровья, да, то есть на физическом уровне тебе становится легче. Ну, и, конечно же, на эмоциональном, на энергетическом, вот, это чувствуется, ну, это чувствуется, как, не могу сказать словами. Просто чувствуешь поддержку, чувствуешь энергию, чувствуешь радость, чувствуешь вот это все. Вот, Оля, теперь сейчас немножко вернемся к тому, что ты вот делала. Вот, очень интересный момент пришел мне в голову. Вот, ты, твои репортажи, все, и вот все мамы, которые откликаются, да, вот, которые тебя благодарят, отмечают одну интересную черту твоего характера. Отмечают, вот, позитив такой, оптимизм, вот, как бы радость, которая из тебя вот исходит. Мне интересно другое, а вот до приезда, если бы ты вот показалась в Ютубе до приезда сюда, что бы все заметили? Ой, ну, намного меньше. Была ли ты такая? Нет, ну, конечно, нет. Было намного меньше, по-моему, той радости, я не знаю. Не надо это показывать. Ага, то есть... Это все сказано. То есть, вот, те эмоции, которые, ну, скажем, из тебя вот так выплескнили, ну, я по-другому скажу, выплескивались вот наружу, причем не просто выплескивались, а заражали вообще всех окружающих, которые смотрели. Я читаю, вижу, говорят люди, которые, ну, грустят по каким-то причинам там в чате, да, мамочки, смотрят твои репортажи, у них меняется настроение. То есть ты, мало того, что сама как бы, ты еще и другим это несешь. Вот это вот просто важно, что это, еще раз подчеркну, что это не природное твое качество, с которым ты родилась, с которым ты жила первые годы замужества и появления ребенка, а то, что это появилось сейчас, здесь. Да, да, конечно, конечно. Однозначно, это работа Давида, это то чувство радости, с которым он поделился со мной, и мне тут же захотелось поделиться с кем-то еще. А как твои ощущения? Может, это тяжело вот быть такой внутри? Ну, такое, иногда сложновато, конечно. Сложновато, что слишком много радости, или сложновато, что ты просто не знаешь, куда ее взять? Нет, ну, а, нет, я не то, я не то поняла. Сложновато в том плане, что, ну, тут устаешь, тут устаешь, да, с одной стороны, ты хочешь поделиться, все рассказать, все показать, с другой стороны, на физическом уровне чувствуешь сильнейшую усталость, да, хочется отдохнуть, ну, вот, то есть вот в этом плане сложно. Ну, конечно, это всегда, всегда тяжело, потому что у вас большая нагрузка. Ну, вот, скажи тогда, вот такой вопрос возникает, вот, две недели, ну, скажем, вы каждый день, да, проходите какие-то процедуры и все, как день построен, вот, после процедур, что это вас изматывает, это, вот, дает ли что-то, что меняет по дням, как реагирует Дима. Вот эти такие мелкие моменты особенно интересны для тех, кто собирается приезжать, потому что вот им важно, ну, скажем, тогда представить немножко, что их ждет. Да, вот меня сейчас в чате периодически спрашивают, как, что, какие процедуры происходят. Ну, в принципе, в центре есть определенное расписание, по определенным дням одни специалисты принимают, по определенным другие, я точно не знаю, вот, но день построен так, что мы каждое утро приезжаем на свое время, и со мной, с Димой занимаются специалисты, вот, примерно это у нас занимает 2-3 часа в день, вот, а дальше мы, в принципе, идем по своим делам, мы идем или в супермаркет покупаем продукты, либо просто куда-то гуляем, вот, ну, то есть... Плюс экскурсии и так далее, да? Да, плюс экскурсии. Вот, казалось бы, да, время процедуры не очень большое, вот, ну, еще раз вот хочу обратить внимание, хочу вернуться к результатам. Скажи мне, вот, результаты, они появляются практически, что-то меняется вот каждый день. Каждый день, да, реально каждый день меняется, просто я с Димой каждый день, мне иногда сложно заметить, да, какие-то изменения, но люди, которые здесь, вот, другие семьи лечатся, со стороны они видят очень сильные изменения, вот, и специалисты центра тоже видят, очень так интенсив такой, все очень быстро, очень быстрые перемены, о которых я, наверное, и мечтать не могла, вот, и... Ну, такой вопрос, да, наверное... Прошу прощения, небольшое возочтение взглядом со стороны к вопросу изменения восприятия времени в том числе. Ты сказала, что это занимает 2-3 часа, помнишь? Да, да. Но при этом ты помнишь, значит, вот, сказал, в свое время приходят. Вы приходите к 8, а уходите в час-два. Да? Да, да. Не, ну, если я сам приходит в уровне 12, да, им продолжать. Ну, вот так и неделя прошла, у меня такое впечатление было, как будто бы около месяца прошло, то есть я понимаю, что у меня там в Одессе какие-то мои дела, которые, да, должны происходить, а я совершенно потеряла ощущение времени же, говорю, такое впечатление, как будто бы, ну, месяц точно за неделю проходит. Ну, вот, не зря же говорят, что мы работаем энергетически, энергия, она течет как-то по-другому, и все ощущения идут по-другому. Ну, у меня вот такое предложение, мы сегодня довольно много говорили о Диме, о его успехах, о его, вот, там, новом друге. Давайте попробуем пригласить Диму в студию и вот на него посмотреть, посмотреть на то, что он, ну, нам скажет или не скажет. Вот просто еще раз, пока Дима приглашаю, да, давайте вспомним, проговорим о том, какой был Дима до нашего приезда, да, то есть можно было бы его в тот, на тот момент. И Дима сейчас на лечение, я посмотрю, можно ли его пригласить, сюда его приглашать. Да, вот, мы пока вспомним, да, что вот, ну, допустим, до приезда сюда мог бы он вот просто прийти здесь, побыть что-то? Побыть, нет, нет, он, во-первых, он бы не пришел, во-вторых, он бы не сел на стульчик, потому что... Ну, все, пожалуйста, прийти сюда. Потому что, ну, вот, он не сидел, он не понимал, что надо сесть, посидеть абсолютно, вот. Ну, отец, давай. Не надо камеру остановить. А я не знаю. Да, ведь же вроде хотел чистить. Мы вам рассказывали о том, какого-то замечательного пути-то я выбрал. Иди ко мне. У тебя запись идет? Да. Садись. Ну, вот, знакомьтесь, это Дима. Да. Скажи Диму всем, кто тебя... Дима, сядь, сядь, сядь пока. Нет, ты посиди просто. Дима, садись. Сиди, Дима. Садись, садись, зайчик. Можно не лежать, можно просто посидеть. Вот, пожалуйста. Вот, вот Дима со своим другом. Смотри. Вот там, там люди смотрят. Скажи всем привет. Да. Привет, скажи. Скажи привет. Можешь поздороваться. Мы снимаем интервью о твоих изменениях. Ты можешь сюда помахать ручкой, а потом мы посмотрим видео. Самый главный гуся покажи. Покажи своему гуся. Покажи. Покажи. Видите, какого гуся Дима выбрал? Он самого выбрал вот такую вот игрушку интересную. Вот. Включи его, Дима, включается. Можно включить? Да. Да. Громче говори, пожалуйста. Ух ты. Танцы, танцы. Нет. Ты пусть я ровно продержи, чтобы... Вот так. Вот так. Вот так. Видите, как он гуся там танцует. Ему нравится, Диме, еще смотреть на колесики вот эти вот, которые крутятся. Вот туда спали. Скажи всем привет. Привет. Всем привет. Скажи. Я Дима. Я меняюсь. Да? Да. Молодец. Да. Молодец. Скажи. Ку-ку. Скажи. Привет. Ку-ку. Скажи. Я рад всех видеть. Скажи. Я Дима. Молодой человек стал серьезным. Даже не погадал. Задумчивым. Стеснительным. Да. Очень стеснительным. Сейчас. Сейчас. Давид говорит о тебе, о твоих изменениях. Ты большой умничка. Ты проделал большую работу. Вот. Малыш, который не сидел, который, когда мы только приехали, он не мог даже прилечь на эту кушетку, да? Вы сами видели, как он сразу зашел и лег, потому что тут проводят процедуры, он знает. Вот. Вот такой вот у нас Димочка. И уже даже хочет. Да, да. Первым делом пошел. Молодец. Да. Да. Умничка. Да. Иди, зайчик. Иди. Спасибо тебе, Дима, за то, что ты с нами побыл. Давай. Прыгай. Беги. Беги. Молодец. Молодец. Ну вот. Да. Вы видели сами и по рассказу можете представить, да, что было. Вот это прошло, еще раз напоминаю, всего две недели. Даже меньше, да, еще не двух недель, еще есть время какие-то изменения совершаться. Вот. Оля, и твои планы по отношению к Диме, к его вот лечению, к сеансам, скажи мне, ты вот собираешься останавливаться на достигнутом или ты планируешь вот заниматься, развивать ребенка, как ты мыслишь в дальнейшем твой, ну, может быть, скажем так, думаешь и планируешь приезд сюда еще раз. Вот. Ну, по планах расскажи свои. Я же могу только догадываться от тебя, мы об этом не говорили с тобой. Планов, конечно, очень много, планов своих личных, о которых я ранее говорила, в принципе, да, которые надо сейчас как-то зафиксировать. Это по поводу жизни, я говорю по поводу Димы. А по поводу Димы, конечно, хотелось бы начать ходить к дефектологу, к логопеду, для того, чтобы помочь ему, да, запускать речь. В принципе, просто любить его, воспитывать, быть рядом, это... Ну, и при этом, как говорится, толчок к его развитию. Да, я думаю, что... И дальше нужно просто с ним заниматься. Заниматься, конечно, конечно. Вот это тоже важно понимать, потому что сидеть... Не только заниматься, а, прежде всего, просто создавать условия. И вот сам будет... Да, да. Вот мы ехали именно за этим толчком, да, в нужную сторону, потому что до этого все занятия мы ходили и к логопедам, и к дефектологам. И куда мы только не ходили, ну, не было никакого ни результата, ничего. Хотя прошло там, ну, три года точно. Да, мы ходили по полгода только одним специалистом, только другим, ну, абсолютно ноль, ноль. То есть тут, я надеюсь, мы получим нужный толчок и уже будем заниматься и... Ну, толчок, те изменения, которые уже произошли, в принципе. Вот. И дальше, действительно, как Давид сказал, да, создание условий для развития ребенка. И здесь вот твое творчество как мамы. Почему это важно? Потому что очень многие считают, вот за них все сделали, можно сесть и ждать, когда вот еще раз дадут им пинок, чтобы они вот... На самом деле это ежедневная постоянная работа, это ежедневный постоянный труд мамы, труд всей семьи на то, чтобы вот предоставить ребенку возможность развиваться, да? Конечно, да. Вот. То есть теперь хотя бы, ну, появится еще такой вот важный момент какой-то по поводу моих изменений, это то, что вот я каким-то другим образом посмотрела на своего ребенка. Да. Что значит другим образом? Я не... Увидела в нем кого? Другим образом, наверное, это значит, что сначала другим образом посмотрела на себя, да? Другим образом посмотрела на мир, но и другим образом посмотрела на его. Ну и... Увидела точно. Увидела, да. Увидела. Увидела в нем вот то, что мы говорили все время. Эта красная линия проходит практически вот во всех наших встречах, не только с Олей, а, в общем-то, всех, кто здесь посидел. Это вот то, что меняется, создается личность. Личность взрослого человека и личность ребенка, она раскрывается совершенно по-другому. Она проявляется подчас довольно неожиданно, но это вот как раз та личность, которую можно уважать, которую можно ценить, с которой можно и нужно считаться, и которой нужно просто... Я ребенка имею в виду, и которой нужно просто помочь. Да. Вот осознание вот этого момента в совокупности вот с тем толчком, который дается в центре, они приводят к таким быстрым результатам. Хотя вот, как мы сегодня выяснили, вопрос о скорости результатов, он очень относительный, потому что меняется в течение времени. Поэтому непонятно, вот с какой скоростью это происходит, но вот время, которое сюда приезжает, оно, в общем-то, дает свои результаты. Да? Если я что-то не так сказал, то ты можешь меня вот так возразить, пожалуйста, это не запрещается. Вот. Еще раз я хочу подчеркнуть, что мы не готовы заранее. Вот Оля у меня перед тем, как была запись, все спрашивала, о чем мы будем говорить, и какие будут вопросы. Я не знаю, какие будут вопросы заранее, поэтому мы всегда говорим достаточно искренне о том, что есть на самом деле. И вы это видите в шероховатостях, в каких-то вот неотрепетированностях. Ну, в этом и интерес нашего общения, потому что оно является, вот Дима соскучился, вот он уже пришел лечиться, он готов. Да, вот обратите внимание, две недели тому назад вот такое по определению было невозможно. А теперь это человек, соответствующий своему возрасту, очень серьезный, очень такой вот спокойный, очень где-то, да, вот волнуется, стеснительный. Еще один наш волшебник. Идите. Я говорю, мы сейчас в ладушки играем. Ой, в ладушки. То есть я им говорю, делаю так, делаю так, и им говорю, делаю так. Вот наши волшебники стесняются. Тоже стесняются. Все стесняются, один только, я вот всех мучаю, не стесняюсь, да, всем от меня достается. И спасибо вам большое, потому что то, как вы направляете, то, как вы находите нужные вопросы, да, то, ну вот как, да, мы не общались до этого, да, и вы у меня задавали те вопросы, которые мне было важно рассказать. Так что вам спасибо большое, вы же молодец. Мы говорим здесь о том, что здесь все вот в воздухе витает, и вам просто тоже витают в воздухе. И понимание того, что это нужно сказать, причем это важно и нужно не только тебе, но и всем, кто нас слышит. Вот, и для этого, собственно говоря, мы работаем. Это не надо. Еще раз, ну, наверное, это последний наш интервью. Как Дима меня обнимает. Последняя наша встреча, да, я желаю вам… Я сказал, берегите микрофон. Я желаю… Знаешь, это интересно. Я желаю вам, вот, успехов, желаю вам счастья, здоровья, чтобы все ваши планы сбылись. Да, вот улыбка появилась, радостная. У Димы появился такой живой интерес к миру, деятельный. Да. Попробуйте увидеть в этом человеке, в этом ребенке, который, в общем, ведет себя как нормальный ребенок, то, что было до сих пор. И не забывайте, что 10 дней прошло только. 10 дней, да. Да, вот, казалось бы, да, это не может быть, потому что это не может быть никогда, но, тем не менее, это есть. Вот, и мы благодарим Олю, благодарим Диму за вот такие рассказы, за такое вот общение. И надеемся, что мы вас еще увидим здесь не раз, всегда рады видеть. Да, Дим? Вот так вот, да. А что было… Да, если бы вы видели, что было на первой нашей встрече, то вы бы очень сильно удивились. Да, Димуль? Вот так вот. Молодец. Вот. Сейчас нам еще предстоит процедура очередная. Вот, видите, Дима уже ничего не боится. Вот. А на первой нашей встрече так называлось «Держите меня семеро». Вот это вот было примерно так. Трое держали. Семеро нету, держали трое, но держали. А теперь все совершенно по-другому. Ну, что же, все. На этом, наверное, мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. До новых встреч. До свидания. Да, Дим? Сумечка, ладно. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok